электромобили это будущее говорили они а в результате ты едешь за вонючим эко камазом в потоке говна дыма и разряженного воздуха без фар без музыки печки навигатора и без дворников холодно тихо нихера не видно но ты обязан дотянуть до розетки а уже завтра то бишь реально в будущем ближе к утру подойдет и твоя очередь заряжать тачку нужно только потерпеть ага лет сорок пока технологию не доработают а ее не доработают но теперь-то ты знаешь что днем при определенной температуре и влажности воздуха при определенном атмосферном давлении попутном направлении ветра до дачи дотянуть можно барометр анимометр таро и термометр в помощь а еще штепсель тарапунька и рекуператор так любители электромобилей называют животных но это не точно значит и какие еще можно выделить преимущество этого типа авто ведь вам нужно же чем-то оправдывать трехчасовую прогулку в дождь ночью где-то на обочине дороги пока ваша тачка на зарядке и так вы уже позаботились о здоровье медведя который затаился в ближайших кустах а нет все нормально этот последний в этих краях радиоактивный медведь хоть и выжил при разливе нефтепродуктов но сгорел при лесном пожаре ведь к сожалению китай пока вырубил еще не всю тайгу а давайте подумаем почему например в иране бензин продают по 2 рубля за литр а в европе по 200 рублей то есть в 100 раз дороже удивительно что именно там где бензин это копейки долгие десятки лет рулят закрытые диктатуры какое совпадение ирак сирия иран венесуэла они ну как бы за пределами мирового рынка нефти чтобы не было демпинга удобно правда закрывая глаза на диктатуры мы получаем сверхприбыль от нефти а иначе на что содержать миллионы людей которые ничего не производят чиновники экологи мигранты из африки и ближнего востока ученые в области гендерной идентичности тюленей и морских ежей а иначе как доказать что негров ущемляют белые скатерти а иначе как доказать что вина людоеда зависит от контекста ну да ладно конкретно в европах электромобиль это реально выгодно но только для конечного потребителя который плохо считает примерная экономия относительно нормальной бензиновой машины 5 евро на каждые 100 километров иногда чуть больше иногда чуть меньше должен заметить что в год реально набегает огромная экономия другое дело что в общем для экономики это убыток 10 евро которые включают в цену бензина за правил бака платил утопичность зеленой энергетики и неважно что электромобиль это практически всегда вторая или третья машина в семье что сам отэкономил то сам дважды и компенсировал гениально между прочим для тех кто в танке электричество в розетку приходит отжигания нефтепродуктов и в результате потерь даже очень высокий кпд электромотора падает ниже уровня кпд обыкновенного двс при солнечной и ветровой энергетике кпд электромотора чуть больше нуля где во всем этом будущее где прорывы где движение вверх обратите внимание что классическая европа это примерно пять процентов обитаемой суши при этом сотни миллионов людей живут либо в очень холодных регионах либо в очень жарких первые отогревают батарейки вторые их охлаждают область применения электричек очень и очень небольшая при этом область применения двс безгранично корабли самолеты и даже фуры никогда не будут электрическими это просто невозможно будущее это двигатели внутреннего сгорания и никуда никогда они не уйдут все разговоры о том что кто-то какому-то году куда-то уйдет от сжигания топлива это полнейший бред нефть будут сжечь пока она есть ее под землей еще в десятки и сотни раз больше чем добыта почти за 200 лет надо ли говорить про экологию электромобиль на круг вреднее чем обычная тачка добыча лития и кобальта наносит природе гораздо больший вред чем добыча нефти не говоря уже про их утилизацию 10 лет и батарейки жопа а это половина от пральса электромобиля каждая зарядка деградирует батарею заряда все меньше а экономия на привычных благах этого мира все больше миром всегда будут править взрослые белые мужчины на v8 а все остальные будут жрать личинки утром у меня два перелета на другой край планеты поэтому пока кратко времени на раскачку нет как и времени на то чтобы заряжать тачки но тема огромная и когда это видео наберет 50 тысяч просмотров мы ее продолжим и углубим добавляйтесь друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки заходите на наши телеграм-каналы и самое главное не покупайте современное говно